а в гостях у программы час новостей сегодня уникальный человек который в буквальном смысле гуляет по стране в омск он пришел из владикавказа путешественник заур гуриф у нас в студии здравствуйте заур добро пожаловать в омск почему в наш город какие первые впечатления ну и главное почему пешком добрый день но у меня омск проходил по моему маршруту следования а я останавливаюсь практически в каждом городе мимо которого прохожу там даже в деревне захожу ну а пешком просто потому что это был самый простой способ передвижения самый такой не требующих особых затрат поэтому собственно и пешком об этом я еще поподробнее вас расспрошу вот самые первые впечатления когда зашли в наш город какие эмоции самые первые впечатления я сразу увидел что омск не очень таки чистый город и не чистый в каком смысле там грязь лякоть это понятно природное но видно что много там бумажек бутылочек работать да не то что там кому-то людям самим надо как-то на это смотреть так что это мой город почему бы мне не выбросить бумажку куда-то в мусорку они выкидывать просто на улицу потом уже когда я чуть-чуть по омску проехался посмотрел я увидел что в омске очень много так мест которые по которым можно гулять посетить очень впечатлило здание театра драмы прям очень где-то в городе по адресам не ориентируюсь но увидел библиотеку уличную там еще разные статуэтки есть там молодые мамы сидели с детьми ну в общем приятная такая картина в общем он с мне понравился за исключением момента я так понимаю что вот вы тут не с пустыми руками значит что то еще до в омске понравилось в омске мне очень понравилось как здесь делают астинские пироги я все-таки патриот прежде всего там россии но все-таки осетия это моя маленькая родина и во многих городах получалось так что пироги делали не очень таки вкусно а вы во всех городах осетинские пироги пробуете во всех да это скажем так визитная карточка нашего народа а здесь да их сделали очень хорошо прям настолько хорошо делают что ими даже не стыдно делиться с кем-нибудь спасибо большое за угощение после интервью обязательно наш омский осетинский пирог попробуем ну а вообще вот ваше путешествие да что вас подвигло на этот мягко говоря смелый поступок отправиться пешком по стране может быть кто-то вдохновил кто-то там не знаю из исторических личностей или ну я не знаю какая у вас миссия цель я хотел увидеть страну россию там повидать народы разные культурные достопримечательности природные памятники поэтому и пошел по россии никогда не был за границей у меня даже загран паспорта нету принципиально его не делаю потому что знаю что если сделаю то в любом случае поеду или пойду куда-то поэтому пока по стране пока дому надо увидеть что здесь как а потом уже может быть и дальше а почему пешком можно же на поезде на самолете на машине на велосипеде даже в конце концов чем проще тем лучше ну допустим когда на машине едешь там грубо говоря остановился где-нибудь перекусить ну перекусил и поехала когда уже идешь пешком как-то внимание люди на тебя обращают и намного проще разговаривать мне же интересно там людей узнать не только картины разные увидеть там пейзажи но и людей узнать с ними на вас с людьми намного проще разговаривать легче идут на контакт поэтому и пешком может быть здесь в омске пересяду на велосипед но это зависит от того что скажет травматолог об этом я тоже вас еще чуть позже спрошу принципе где вы останавливаетесь да я так понимаю уже не просто зашли в город погуляли и ушли вы какое-то время находитесь в омске тоже вы уже несколько дней как воспринимают люди вот опять же в омске какие люди вам встретились ну я очень часто остаюсь в гостях даже больше чем хотелось бы все-таки там поход путешествия хочется что-то запомнить чтобы как говорится и дикарем в палатке побывать зимний период практически весь я то в гостях или же в придорожных гостиницах это очень часто скидывают цену потом еще здесь в омске первые дни когда я зашел в омск через интернет мне писали мест а ну земляки астины остался у них но самый первый человек который мне написал насчет омска и я только-только вышел там в сми даже еще не прошло знала очень узкий такой круг людей девочка прочитала в контакте у меня на странице она пишет я горцомска мол придешь туда наберешь там ключи тебе дадут у нас дома останешься там никого не бывает вот в общем гостеприимство омска еще было там задолго до того как я сюда пришел уже когда в сми в интернет вышла информация обо мне многие омичи писали там приходи к нам в гости у нас останешься если у тебя с одним проблемы есть также вот по городу гуляю уже узнают и очень добродушно так относятся подходя комс комск уже когда поближе был почему можно судить да на каков народ до этого бывало так что в день 1 2 машины максимум останавливались давай подбросим но здесь уже поближе к омску там в день 4 5 машина останавливается давай подбросим и если я раньше говорил что нет спасибо я пешком люди уезжали давай счастлива здесь уже прям навязываем да давай все таки бобро да зачем тебе это надо давай поехали а кстати как вот ваши друзья близкие родственники отнеслись к тому что вы собираетесь вот пешком по стране гулять не пытались ли вас отговорить но все таки опасно я это собственно перед тем как выйти я решил где-то за 10 дней до того пока не начал путь что мне на что я пойду там вообще начну свое путешествие где-то еще дней пять думал начать на велосипеде или же пешком потом решил в итоге пешком а велосипед оставить там запасной вариант если вдруг как я какая-то травма или что-то перейти на велосипед никто практически не знал там говорю же очень узкий круг людей знали поэтому все кто знал все поддерживали понимая то что отговаривать меня смысла нету я в любом случае пойду заура одному не скучно бывает очень часто бывает что скучно но интернет все таки там прямая прямой эфир инстаграм люди помогают где-то позвонят 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 там поговоришь и лишь попереписываешься поэтому скука как бы уходит ну или же смотришь наслаждаешься красотами заур вы уже говорили о том что вот так скажем миссия ваша это вы хотите увидеть свою родную страну да внутри так скажем а еще я знаю что это не не только это да у вас есть еще и другая цель да в своем походе путешествие я привлекаю внимание именно общественности к природе к экологии нашей в частности поддерживая проект восстановления переднеазиатского барса в россии леопарда ну что то власти все делают все что в их силах но леопарда 6 не просто так а потому что его люди истребили сейчас же его восстановят выпустят главной проблемой для него останутся все же люди там браконьерство ну или там малейшая бумажка там выкидываешь на природу получается что это всего лишь бумажка но потихоньку потихоньку на свой след доставляет поэтому очень часто в своем эфире упоминаю о том что нам надо беречь нашу землю нашу природу ну хотя бы как эгоист каждый человек вы уже почти полгода в пути вот из владикавказа до омска правильно почти полгода уже идете довольно долго вот за этот период какие сложности самые вот самые что самое трудное может быть какие-то опасности приходилось вам преодолевать не знаю медведь вам там встречался на пути ну там хулиганы там были какие-то такие случаи да серьезные и опасные вот в своем маршруте мне не хватает вот реально каких-то наверное опасностей чтобы я вспоминал об этом бывают конечно моменты где тяжело но чтобы сказать что это вот прям очень тяжело ничего такого нету не хватает всего этого самый такой сложный момент был когда в саратовской области остановился тоже из-за такой небольшой травмы на 10 дней вот сложно было как-то первые три-четыре дня сидеть и думать что мне здесь 10 дней сидеть город интересный но все-таки маленький но я решил этот вопрос по другому я просто оттуда уехал в казань автостопом чтобы эти это время прошло потом вернулся в вольске и дальше продолжил свое путешествие слава богу что вам не встречаются никакие экстремальные ситуации лично мне кажется что наоборот то хорошо и спокойно вы заговорили уже уже о травме да у вас какая-то небольшая травма в омске вы тоже собирались посетить травматолога были ли у врача что говорит сможете ли продолжить путь свой дальше все ли в порядке у меня старая травма еще с мениском давно проблему уже года два как сейчас под нагрузкой очень дает о себе знать особенно последнее время когда в день проходит 60 80 километров ну и напоминает о себе очень сильно ходил травматологу один не просто говорил что все тебе ходить нельзя сидеть дома ну только так в городском режиме передвигаться я его спрашиваю ну все-таки чем не это может грозить чтобы я понимал и принял для себя решение дальше идти или как мне поступать а у меня вот строго-настрого все тебе ходить нельзя но меня как бы это не должно останавливать я скорее всего перейду на велосипед схожу еще к одному-двум травматологам послушать чтобы не делать выводы от того что рассказал один травматолог какой вы целеустремленный смело спасибо вам большое хорошей дороге чтобы вам только добрые хорошие люди встречались большое спасибо за пирог еще раз аромат потрясающий я напомню что в гостях у программы час новостей сегодня был путешественник заур гуриев